так вроде выходим в эфир сейчас убедился в этом да мы в эфире прекрасно ну что 12 часов друзья приветствую всех кто смотрит сейчас и кто увидит это в записи меня зовут роман кущеренко я художник дизайнер инструктор практик mindfulness и мы в формате непринужденные воскресные беседы продолжаем знакомиться с украинскими инструкторами практик внимательности раскрывая через общение с разными людьми что же такое mindfulness открывая новые грани этой культуры осознанности и сегодня я рад возможности пообщаться и лучше познакомиться с михаилом боченко миша другая важная половинка замечательной семьи инструкторов практик внимательности mindfulness боченко в прошлый раз мы общались с Ирой кто не смотрел может посмотреть запись в группе BeMindful Миша привет всем привет приветствую всех да Миша кроме того что инструктор практик mindfulness еще психолог изучал психологию в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко я так понимаю находя аналогии с Ирой ты учился вместе с Ирой мы проходили обучение вместе с ней в одной группе и сейчас я продолжаю обучение в аспирантуре и пишу диссертацию по психологии так что психология занимает важную часть моей жизни так что класс но у меня заготовлен вопрос по поводу психологии ну может быть ты хочешь добавить что-то какие-то не озвученные профессиональные интересы или направления чем ты занимаешься на чем специализируешься ну я как и ты роман специализируюсь на практиках осознанности на преподавании практик осознанности и я этим уже занимаюсь почти 15 лет можно так сказать если говорить о светской медитации как бы в целом как таком большом направлении поэтому если говорить там с чего я начинал то прежде всего можно вспомнить что я там проходил различные психологические тренинги в начале то есть меня побуждала больше такая такая заинтересованность в развитии в саморазвитии то есть моей основной мотивации было и я проходил NLP тренинги затем начал заниматься йогой и мало кто знает что я 10 лет занимался йогой и делал это даже профессионально то есть как профессиональный инструктор получал образование сертификат международного образца то есть по американским стандартам то есть занятие йогой это были ну была твоя профессия в течение 10 лет ну наверное меньше все таки я сначала занимался для себя я вообще по профессии изначально программист то есть я завершил университет закончил университет по специализированным компьютерным системам но параллельно с этим уже я начал заниматься йогой я понял что мне ближе для ну как бы по душе больше заниматься собой заниматься с людьми и я уже больше начал работать в этом направлении наверное это произошло когда я начал достигать более-менее такого сознательного возраста когда ты больше опираешься не на какие-то на какую-то моду на какие-то внешние тенденции а прислушиваясь к зову своего сердца будем так говорить это было хатха йога это было хатха йога это было в большей степени может быть кто то знает направление андрея сибирского хотя я честно говоря никогда не останавливался на каком-то одном направлении то есть мне интересно было с разных сторон йога ингара в общем разные направления в йоге ну и тогда я как для начала занимался для себя естественно мне было интересно 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 йога как инструмент саморазвития и затем я начал ее преподавать постепенно открыл там в какой-то момент даже открыл свою йога студию ну и в конечном итоге сейчас у нас вот в николаеве есть клуб который мы с ириной сейчас до водим до ума можно так сказать и здесь уже будет и практики осознанности и телесные практики то есть мы здесь будем совмещать все эти направления так как они друг без друга ну являются но если мы говорим про целостное развитие личности то они друг без друга не совсем на мой взгляд личный полноценный да то есть будет происходить тот процесс о котором мы говорили с ирой на прошлом созвоне в прошлое воскресенье что мы как бы накапливаем инструменты ну как бы изучаем различные практики прежде всего для себя развиваясь а потом когда достигаем ну может быть какого-то уровня компетенции появляется еще и вот это вот желание этим поделиться с другими да я понимаю мотивацию да мне кажется это очень естественное желание и я все больше прихожу к выводу что если мы говорим о каком-то собственном благополучии потому что ну на мой взгляд у каждого человека мотивации является так или иначе прийти к определенному уровню собственного благополучия но собственное благополучие оно не может быть изолировано от других поэтому появляется естественная потребность так как мы такие социальные существа иногда говорят про социальных животных и у нас появляется естественная потребность как-то делиться тем опытом который мы получили другими людьми ну и можно допустим такую аналогию привести что в принципе мы часть экосистемы когда мы говорим об экосистеме мы чаще всего думаем ну то есть в контексте природы о деревьях и животных но мы непосредственная часть экосистемы причем самые разные в том числе как ты говоришь и социальные и духовные возможно и да то есть эта взаимосвязь конечно же присутствует ну ты берешь еще более широкий контекст то что мы как люди связаны с другими живыми существами с окружением в котором мы находимся поэтому нам нужно как бы такой более широким альтруизмом что ли заниматься но на самом деле мы это делаем в том числе и для себя когда мы следим за окружающей природой и за экологией за внутренней экологией помогаем другим людям то есть это все часть такого общего устремления каждого собственного благополучия и благополучия окружающих людей ну и как вот увлечение йогой тебя познакомило с медитациями светскими медитациями да это не были mindfulness но это были светские медитации может быть ты подробнее расскажешь про это ну как бы это правильно описать я никогда не был склонен к какой-то религиозности и в какой-то момент в можно сказать в профессиональной сфере йоги сообществе профессиональном там говорят и о медитации в том числе это естественно и в те времена я посещал может быть не для всех известны для многих известные ретриты випассаны гаенко и тогда я эту медитацию использовал для того чтобы можно так сказать решать свои повседневные проблемы там где-то успокоиться где-то расслабиться где-то при привести себя в более ресурсное состояние в чувства то есть это на самом деле уже есть такое светское применение этой медитации несмотря на то что гаенко и его направление его подход это чисто буддистское такое направление то есть можно так сказать что мне не интересовала сильно эта религиозная часть которая там присутствовала но меня интересовала интересовал инструмент медитация как тренировка ума и я далеко не единственный и не первый кто в таком ключе размышлял в то время до нас как мы знаем еще в конце 70-х годов западные ученые в том числе там джон кабадзин ну и там целый список джек корнфилд они как раз занимаясь религиозной медитацией то есть в рамках у каких-то учителей буддистских они в конечном итоге эту медитацию начали адаптировать под такие под наш контекст такой жизненный под светский терапевтический да в психотерапии в бизнесе в бизнес-консультировании и так далее и тому подобное в общем все контексты которые присутствуют в нашей жизни повседневно и когда ты познакомился с практиками майндфулнес ну с практиками майндфулнес это где-то 2014 год может быть чуть раньше я уже не вспомню точно к сожалению слишком поздно я узнал что оказывается как таковая медитация очень тщательно исследуется наукой и ну тогда я уже начал искать непосредственно где можно обучиться уже тем подходом которые являются ну так называемыми адаптированными подходами ну и так вот постепенно пришел к тому чтобы проходить сертификационные курсы непосредственно уже по майндфулнес направлению то есть вот приблизительно такая траектория была то есть это в принципе ну первый источник с которым ты столкнулся это были какие-то зарубежные сайты или там литература или уже начал встречается это в такой вот нашей русскоязычной на постсоветской на постсоветском пространстве ну первые источники они больше связаны с деятельностью далай-ламы то есть я посещал некоторые мероприятия в украине которые организовывали люди знакомые с ним я не помню как точно зовут есть такой ну фамилию помню колывай он организовывал мероприятия небольшие в киеве конференции приглашал туда близких людей которые связаны с далай-ламой там его врача каких-то людей которые у него обучаются и они проводили небольшие такие семинарчики вот и так в те времена я узнал что медитация уже тщательно исследуется наука от этих людей ну это такое первое знакомство ну а потом я уже начал ну я уже как понятно занимался на тот момент медитацией уже больше восьми лет ну и здесь меня интересовало больше пройти такую сертификационную программу посмотреть как ее преподают для светского контекста еще раз повторюсь то есть там множество нюансов и вот с этими нюансами я уже познакомился на курсе mindspot у виктора понятно ты сказал что психология так достаточно плотно интегрирована в твою жизнь ты и ира вместе получили психологическое образование можешь со своей стороны поделиться почему профессия психолога созвучно той деятельности которые вы мы ты занимаюсь ну на мой взгляд психология это наука двадцать первого столетия почему я так думаю потому что большой интерес сейчас присутствует к исследованию психики вообще в целом и как раз первая наука которая стала первое научное направление которое этим занималась изначально этой психологии и она сейчас активно развивается и существует большая потребность вообще-то социальная в специалистах квалифицированных психологов преподавателей опять же практика созданности и у этого масса причин здесь можно говорить о том что науку можно поделить на две такие большие на два таких больших раздела я сейчас использую такие концепции которые тензин гиаца о которых говорит тензин гиаца или дала и лама первая часть одна часть науки это внешняя наука наука внешнем окружающем мире и объектами ее исследования являются какие-то материальные объекты технологии технологии и все в этом духе то есть методы какого-то взаимодействия с материальными объектами манипуляции преобразования и так далее это один большой раздел науки второй большой раздел науки это можно так говорить внутренняя наука и вот как раз эта часть она мало изучена но во всяком случае в западном обществе на мой взгляд и объектами этого научного направления можно так говорить являются наше эмоциональное состояние наши убеждения наши ценности цели какие-то аспекты нашего мышления и миш мышление в целом сознание наше сознание которое является тоже такой тайной за семью печатями и до сих пор для науки да до недавнего времени мы знаем что в психологии доминировало направление так называемый бихевиоризм и для бихевиоризма как направление для него было интересно не интересно что там в психике происходит это было таким черным ящиком который в который никто не заходил не исследовал какие-то особенности исследовали просто поведение и только сейчас ну я думаю что это вторая половина двадцатого века всерьез задумались о том а как же эти внутри интропсихические процессы происходят и там большая перспектива для исследования огромная здесь именно именно мне кажется на этом фоне стали популярны техники которые развивались там тысячи лет в традиции в частности в буддизме потому что буддизм но не только буддизм я здесь не выделяю какую-то религию просто буддизм как таковой он может быть более открыт в этом смысле на сегодняшний день представители этой традиции сотрудничают и с психологами с нейрофизиологами и как раз буддизм представляет большой интерес для того чтобы обогатить науку о внутреннем мире потому что пока мы здесь на западе мы представители все-таки западного мира изучали внешний материальный мир в буддизме тысячи лет изучали психику и у них есть интересное описание уже на сегодняшний день которые самые передовые психологи уже исследуют тщательно и обнаруживают что там много всего интересного будем так говорить ну да ты так вдохновенно говоришь о буддизме и я видел фотографию тебя и иры вместе с робертом турманом отцом актрисы ума турман и популяризатором буддизма и то есть вот этот вот интерес твой буддизму вы регулярно посещаете лекции и мероприятия с этим связаны здесь я сразу хочу сказать что я не буддист и не собираюсь им становиться но опять же я повторюсь мне интересно буддистская философия и психология вот в этом направлении мне интересно работать исследовать обучаться к сожалению сложно найти специалистов западных пока что которые бы так разбирались в тех технологиях буддистских которые есть там поэтому приходит ну поэтому я обучаюсь буддистских учителей непосредственно но есть некоторые фамилии можно выделить там алан волос например я вот у него обучаюсь по его лекциям и фонд контемплативных исследований которые существуют в россии но дело в том что образование по буддистской философии психологии оно достаточно непростое то есть люди которые там обучаются они проходят 30-летнее обучение в их институтах образовательных которые мы называем монастырями человек чтобы получить звание которое можно как-то сравнивать с нашим званием доктора наук у них есть некоторое такое звание геше вот чтобы его получить нужно 30 лет обучаться ну около того и не так много людей западной культуры которые получили это образование от начала и до конца но сейчас многие я так понимаю в этом в этих образовательных процессах участвуют но я это к тому говорю что учитывая этот факт важно обучаться не только у западных учителей еще и представителей религии при этом не обязательно как бы углубляться в какие-то религиозные аспекты слишком сильно не обязательно для этого быть буддистом я с тобой абсолютно согласен и я тоже очень люблю изучать эти вопросы и слушать лекции ауны олеса например и того же роберта турмана и достаточно много таких вот популяризаторов и прежде всего это очень интеллектуальный материал информация подается достаточно умными людьми действительно научно обосновывающими то о чем они говорят и не влезающими в какие-то дебри не рассказывающие там про единорогов и так далее то есть это действительно трезвая информация которая вызывает уважение и интересно тоже что долой лама регулярно встречается с учеными он встречался с российскими учеными я слышал эти беседы было очень интересно видеть хотя опять же говорю я тоже не буддист и у меня тоже нет каких-то скажем так может быть религиозных предпочтений и я равно относился и к ученым и к буддистам давно в этом общении и но было видно что ученые очень очень странно не всегда выигрышно смотрелись когда они держались за свои постулаты за свои знания и не всегда были готовы принять другую точку зрения в то время как вот диски и монахи во главе с долой лам и наоборот были достаточно гибкими алертными и готовыми принять различные точки зрения и в принципе то что этот диалог уже давным давно начался и продолжается это очень позитивная мне кажется такая веха позитивная отметка в этом соединении науки и другой науки потому что я тоже считаю что инструменты самопознания они не всегда скажем так технологичны не всегда научны то есть для того чтобы там познать себя тебе не нужен там скальпель там к примеру чтобы разрезать и вытащить внутренности посмотреть на них достаточно действительно закрыть глаза побыть наедине с собой в тишине и очень много информации станет открытой явно с ней можно будет поработать эта информация о мыслях чувствах переживаниях о психологическом мире а вот и поэтому медитации но вполне возможно вполне возможно они давали людям те инсайты то понимание кто такой человек в каком мире он находится когда не было других инструментов не было там более технологичных да там телескопов там микроскопов и всего прочего много если такая форма познания более того есть и и творчество творчество искусство это тоже один из способов познания мира и вот вот это вот разделение на скажем так правильное или неправильное верное или неверное которое существует в современном мире но она создает определенный перекос в каком-то смысле это все грани одного и того же человек живет в мире и пытается через различные инструменты различными способами этот мир изучать из себя в нем я с тобой полностью согласен и мое мнение личное что науке еще предстоит расширить свой инструментарий для исследования а очень интересно об этом пишет свои книги опять же тензинг яца которая производит кстати очень хорошее впечатление на ученых когда они ее читают и вот перед тем как российские ученые но это как факт я просто знаю перед тем как российским ученые встретились с далай-лам они перечитали эту книгу и вдохновлены и там как раз он описывает вот то о чем ты говоришь что психика как таковая она не может быть в достаточной степени изучена какими-то приборами не fmrt не какой-то электроэнцефалограф не может в достаточной степени ну может быть по крайней мере пока видеть как бы все что происходит внутри психики как мы знаем все эти устройства современные все это оборудование оно больше работает с коррелятами какими нашим внутри нашего мозга внутри нашей нервной системы а воспринимать психику напрямую можно только закрыв глаза и начать осознавать что же там внутри происходит вот как раз в этой книге далай-ламой предлагает западной науке использовать ум для исследования психики он там очень интересно пишет что точно так же как есть стандарты для требования для приборов которые исследуют окружающий мир например чтобы результаты исследования были валидными приборы должны быть так настроены у них должны быть какие-то стандарты и так далее и тому подобное точно так же и ум можно использовать как инструмент достаточно ввести эти стандарты то есть понятно что любой ум не может быть качественным инструментам исследования как и любой телескоп может быть качественными инструментом исследования поэтому Это зависит от частоты линзы. Да, да, да. И он как раз в книге описывает, что можно ввести определенные стандарты, можно, чтобы человек с помощью медитационных техник приводил свой ум к таким стандартам, то есть настраивал его, а потом ум становится таким мощным инструментом для исследования. Это первый шаг. А вторым шагом он предлагает сделать следующее, что если множество людей, тысячи людей, сотни тысяч людей будут по этим стандартам настраивать свой ум и получать одни и те же данные, то тогда эти данные можно считать объективными. На мой взгляд, это очень перспективно то, что он сказал, и науке еще предстоит это использовать. Ну да, наука же пользуется статистикой. В принципе, наука очень опирается на статистику, и в данном случае действительно опыт медитаторов, он тоже дает какие-то статистические данные. Ну, совершенно верно. Это может превратиться в статистику, если следовать вот такой процедуре. Более того, я скажу, что для психологии это не новый метод исследования. То есть в психологии, как один из первых методов изучения, была интроспекция как раз. То есть самоисследование. То есть основатель психологии, он прежде всего в своей лаборатории, первой, которую он открыл, использовал метод интроспекции. Но потом пришел бихевиоризм и все это загубил. Ну, сейчас пришло время как бы это восстановить, потому что пока что психику можно использовать, ну, исследовать вот только так. Ум как бы исследует сам себя. Да, да. Удивительно, что у ума есть такая способность. Действительно, изучать самого себя, вот и, в принципе, даже в режиме реального времени одна часть ума наблюдает за действием другой. И, да, это... Это уже дебри техники медитации, но, тем не менее, да, я с тобой согласен. И с нами более того согласен один из авторитетных представителей традиций. И сейчас, кстати, многие ученые поддерживают эту инициативу. Но понятное дело, что наука – это такая область, которая меняется с трудом. Нужно все тщательно проверять. Но это и хорошо, с другой стороны. Ну, и, может быть, мы ожидаем в ближайшее время такое интересное пополнение среди инструментов исследований. Возможно, это произойдет. Но, во всяком случае, было бы неплохо. Да, да, да. Мы в интересное время живем. Нас еще ждут замечательные сюрпризы. Миша, мне очень симпатично, что ты, развивая светские практики, интересуешься буддизмом. Мне, лично мне это дает ощущение, что для тебя важна этика. Так как в традиционных религиях этика плотно зашита в основы религии. Да, возможно, в несколько устарелой архаичной, металлогичной форме. Но вот в современной культуре этика, мне кажется, разбомблена постмодернистскими деконструкциями. На черное, можно сказать, белое, на правое, левое и так далее. Мы живем отчасти вот в таком мире, который иногда ставит все с ног на голову. Но, да, и этика, тем не менее, она важна. И многие люди чувствуют необходимость этики как ценности. Я знаю, что ты много изучаешь эту тему. Поделись, пожалуйста, чем этика важна для тебя и чем она может быть важна для других людей. Ну, прежде всего, я с тобой согласен, что сейчас как бы нет единого какого-то стандарта того, что из себя представляет этика, нет единого подхода. И как раз актуально для нас и для общества в целом найти этот единый подход, найти основание для него. Как ты уже отметил, во всех традициях, а наши предки, наши бабушки, дедушки, прадедушки жили в таких традиционных обществах, где религия занимала более высокую роль в жизни каждого человека, чем она занимает сейчас. И это было до тех пор, пока не появилось как раз научное знание, которое начало конкурировать во многих сферах с религией. И во всех основных религиях этика занимает центральную роль. Она является такой основой. Ну и вообще, если так, ну если даже вот к буддизму вернуться, то у них есть три основные практики. Это практика нравственности. Затем идет тренировка ума, то есть техники концентрации, когда мы подготавливаем, ну условно можно так делить, когда мы подготавливаем свой ум к тому, чтобы он стал таким мощным инструментом. И следующий шаг или один из этапов – это практики прозрения. Но мы видим, что вот в этой всей структуре этика является фундаментом таким, основой. То есть вся практика, она является в конечном итоге практикой нравственности. И когда мы говорим о светской медитации, о mindfulness, то если вспомнить, как формировался этот подход, то можно обнаружить, что брались просто инструменты как таковые, определенные медитационные техники. Например, техника анапаны, концентрация на дыхании, техника сканирования тела. Ну вот Джон Кабадзин, он посещал ретриты полийской традиции, очень близкие по содержанию вот этим ретритам Гаенки, про которые я говорил. И он брал оттуда техники и занимался их исследованием, как они влияют на благополучие людей, как это помогает людям справляться со стрессом. Но они брались, эти техники, изолированы от всего остального. И, по сути, если мы не берем вот эту основу этическую, то тогда у нас практики осознанности являются просто таким инструментом для решения каких-то конкретных задач. То есть они, по сути, не служат тому, чтобы человек становился более нравственным. Я более того скажу, что человек может, наоборот, двигаться в совершенно обратном направлении, если он пользуется голыми техниками. Ну, например, это может как-то повышать уровень его гордыни, важности, что он становится сильнее, умнее других людей. Но это как бы движение в никуда, на самом деле. И всегда такой техникой безопасности в традиционных подходах являлась как раз этическая составляющая, чтобы человек понимал вообще, куда он движется. И в mindfulness как таковом, на мой взгляд, этого очень сильно не хватает именно у тех, кто уделяет этике мало внимания. Вот в тех подходах, где этому уделяется мало внимания, это, на мой взгляд, большое упущение. Потому что тогда какие-то основы теряются полностью. То есть мы берем какой-то инструмент, и это становится инструментом для наших, может быть, корыстных каких-то задач. И мы, например, можем использовать... То есть в моем опыте есть этого очень много. Ну и понятно, это даже логически понятно, что можно использовать технику mindfulness, чтобы увеличить, например, продажи или производство оружия. Вообще легко. А можно повысить способность снайперов попадать точно в цель с помощью техник mindfulness. У них реально повышается концентрация. И в Америке идут большие дискуссии, ну на Западе, на этот счет. А как же этот инструмент правильно приложить? Ну на самом деле этот вопрос, он уже решен многими популяризаторами mindfulness, такими как Ричардом Дэвидсоном, Дэниелом Голлманом и так далее. То есть они знают об этом очень хорошо. Матье Рикар об этом говорит. То есть вот как раз этика, она создает такой важный фундамент для того, чтобы этот инструмент служил благополучию человека и благополучию окружающих людей. Чтобы этот инструмент наконец-то занял такую правильную позицию, в правильном направлении работал, будем так говорить. То есть можно сказать, что этика, ну скажем так, если ее рассматривать как, допустим, внутренняя этика для самого человека, это определенное направление, да, как такая карта, дорожная карта, да, как двигаться в том направлении, ну, возможно, в правильном. Назовем это направление правильным, да, потому что оно больше раскрывает человека как такового, потому что, ну, вот я соглашусь, что изначально люди, в принципе, не являются злыми по натуре. Есть много доказательств научных в том числе, что дети как раз они демонстрируют чаще всего, вот особенно там в первые годы рождения, стремление к добру, это наша природа, таким образом мы, видимо, может быть, выживаем в этом мире, да, создаем вот это вот общество, заботящееся друг о друге, ну, то есть это есть в нашей природе. А этика внешняя, ну, вот там, допустим, этика, которая бы объединяла, например, меня и тебя, это наш какой-то такой вот договор о том, что мы поступаем так и так, да, там, потому что эти действия и тебе, и мне могут приносить благо. Ну, я бы сказал, что это не просто договор, я бы сказал, что это целый набор каких-то концепций, целая идеология определенная, но она как бы не на пустом месте возникшая, а опять же важно, чтобы она была подтверждена фактами. Вот правильно ты заметил, что сейчас много научных данных, подтверждающих, что человек по своей природе стремится к благополучию, он склонен к просоциальному поведению, и суть этики тогда заключается в том, чтобы раскрыть этот потенциал, который есть изначально. И вот в этой плоскости я бы рассматривал такую этику в целом, то есть это не просто договоренность, и еще вот ты, так сказал, в кавычках правильный, я бы здесь тоже не говорил о правильном и неправильном движении, здесь можно говорить, человек движется к благополучию или в обратном направлении. То есть если с этой точки зрения рассматривать, то как бы движение человека по жизни, по пути самореализации, что человек шаг за шагом как-то все больше обретает счастье в своей жизни, то тогда этика, она-то изначально и служила таким инструментом, что ли. То есть изначально учения, этические, нравственные учения, основной идеей их было, как человеку получить это благополучие, как прийти к счастью, по сути. И вот в таком ключе я бы рассматривал этики. Супер, супер, я согласен, я согласен. И в принципе обращая внимание на себя, почему для меня эта ценность этика является, именно в том контексте, что действительно это, скажем так, делает меня счастливее, делает меня больше собой. Я чувствую, что я соприкасаюсь именно со своей природой, а соответственно вот эта вот моя природа, она и есть источник этого благополучия. Если я буду туда направлять внимание, то есть туда направлять усилия, то соответственно результаты будут естественными, органичными и вот такими, которые мне нужны. Но это не обязательно, что это может быть так же для других людей, это тоже нужно понимать. И вполне возможно, что те, кто, как ты говоришь, практикуют mindfulness, скажем так, для других целей, без этики, но окей, это вполне возможно, что... Но опять же, я здесь немножко дополню, что если мы получаем объективные научные данные определенные, то можно говорить о том, что это для всех людей. Именно для этого и собираются объективные научные данные. То есть если они показывают, что мы все по природе склонны к такому конструктивному поведению, к созидательному, то тогда это касается даже и тех людей, которые это почему-то сейчас не делают. Ну и тогда стоит разбираться, а почему же эти люди склонны, так же, как и мы, к тому, чтобы проявлять альтруизм и другие такие, такого рода качества, почему же они этого не делают. И, возможно, это связано с какими-то особенностями культуры, в которой мы находимся, с какими-то идеологическими ее особенностями. Возможно, стоит тут что-то менять, возможно, стоит менять что-то в образовании, чтобы у людей все-таки вот этот потенциал раскрывался. И я еще дополню очень важный момент, что у многих людей, когда они слышат слово «этика», восприятие какой-то набор правил. Я хочу подчеркнуть, что «этика» — это очень глубокая практика, потому что раскрыть свой потенциал, вообще задача раскрытия своего потенциала, это не просто про то, что я принимаю какой-то набор правил и следую им. Это про в том числе какие-то упражнения самодисциплины, саморегуляции, техники медитации. В общем, это все об этом. То есть «этика» — это практика, вот что я хотел подчеркнуть. Супер, супер. Я хотел еще затронуть такой семейный вопрос. Вот ты и Ира занимаетесь одним делом, обучаетесь, развиваете, путешествуете. И это, в принципе, очень круто. Поделись, пожалуйста, обязательно ли это секрет гармоничного союза, если два человека смотрят в одном направлении? Да, на мой взгляд, это обязательное условие. Другое дело, если мы начнем расшифровывать, что под этим понимается. Какие-то общие ценности, общие взгляды, общие проекты. Все это в совокупности. Что если два человека, партнера, бизнес-партнера в том числе, или муж и жена, парень и девушка, ну, любого рода партнерство, оно вообще-то подразумевает общую систему ценностей. И, может быть, пока эти отношения еще не достигли какого-то уровня, это может быть просто на уровне слов, хотя бы согласия с какими-то убеждениями, общими взглядами. Но в любом случае, когда отношения развиваются, и для их развития очень важно, чтобы была общая система ценностей, чтобы это не оставалось только на уровне каких-то разговоров, что да, я с тобой согласен, в принципе, я с твоей идеей соглашусь. И вот такое вот. А общность такая более глубокая – это общие проекты. То есть когда два человека, ну, может быть, это не обязательно там какой-то бизнес общий или общее дело, хотя это совсем было бы хорошо для прочного союза. Даже рождение ребенка, воспитание детей – это тоже своего рода семья общая. Ну да, общий интерес. Общий интерес построить семью гармоничную – это тоже своего рода общий такой проект глобальный. И вот общие проекты обязательно должны быть. Ну, еще на более глубоком уровне – это общая мечта, общие ценности. И в конечном итоге, если этого нет, то прочного союза, на мой взгляд, не будет. Интересно. Ну, мне очень интересно вот сейчас вот с вами знакомиться, вас узнавать, и именно тоже в таком контексте, как семью. И тоже такую маленькую экосистемку, которую вы создали. И да, то есть, то, что вы разделяете ценности друг друга, то, что у вас есть возможность изучать эти практики и через практики себя и делиться своими наблюдениями друг с другом, мне кажется, это, конечно, делает вас и друзьями, и единомышленниками, то есть не только, скажем так, семейной парой, но это расширяет рамку общения. Скажи, пожалуйста, вот мы говорим о mindfulness, и, может быть, есть сейчас люди, которые слушают, и для которых это слово новое, и вот они уже в течение 45 минут задают вопросы, о чем, собственно, речь. Как бы ты описал, как бы ты описал, что такое mindfulness? Есть там, допустим, такая формулировка, скажем так, которую нам давали на курсе. Если она для тебя вполне исчерпывающая, можешь ее сказать. Или там о своем субъективном опыте. Ну, я отталкиваюсь в любом случае от классических определений, что это практики развития осознанности, развития определенных качеств, определенных навыков, которые связаны с осознанностью. Но, опять же, это очень перспективное направление, на мой взгляд, потому что даже технологический еще mindfulness находится на начальном этапе своего развития. Если мы посмотрим весь контекст mindfulness, какие медитации наиболее научно изучены, то изучены самые простые техники. Традиционные там наблюдения за дыханием. Ну, любящая доброта как технология, это уже не простая техника, она более многосложная, чем просто сканирование тела или наблюдение за дыханием. И здесь открываются большие перспективы, потому что развитие осознанности – это, например, развитие эмоциональной осознанности в том числе. Это развитие осознанности по отношению к своим ценностям, своему предназначению в общей жизни, к пониманию себя. И здесь не обойтись простыми техниками наблюдения за дыханием и сканирования тела. Здесь должна быть такая более глубокое исследование своих мотивов, эмоций как объекта внутреннего мира. и я бы сказал, что mindfulness – это про все это. И здесь как бы определение может быть очень широким, но все это про развитие осознанности. В общем, там большие перспективы, все, что я могу сказать. Вообще большие перспективы, если начинать разговор об осознанности, о сознании как таковом, то, разумеется, да, этому надо посвящать несколько часов отдельного разговора. Тема действительно интересная и, в принципе, здорово действительно, что mindfulness многих знакомит с этими практиками, знакомит с собой. и он дает возможность задержаться или быть на том уровне, который тебе комфортен, удобен, да. В то же самое время, как, ну, такие, что ли, многие практики осознанности, может быть, связанные с традициями, с религиями, они зовут дальше, такие далее, в которые, может быть, не каждый хотел бы заглянуть. Я как раз об этом и хотел сказать, что на самом деле у многих есть большое заблуждение, что mindfulness – это просто. Они приходят на занятия, ну, понаблюдали за дыханием, ну, там, почувствовали тело, послышали какие-то звуки. Некоторые люди говорят, ну, я и так это делаю, то есть ничего интересного. То есть, на самом деле, это такой вход только-то. Голище нора. Да, это на самом-то деле мы отмечаем, отслеживаем самые простые объекты внутреннего мира. Но даже простая эмоция, ее, во всех ее измерениях осознать, это должна быть очень сильная концентрация, это должна быть тренированность. То есть, это такая практика серьезная. А я уже не говорю о каких-то мотивах, которые являются по своей сути еще более сложными аспектами нашей психики. Там требуется большой опыт и тренированность в медитации, чтобы это все отслеживать. Совершенно верно. И управлять этими внутренними процессами, управлять своим внутренним состоянием. Расскажи, что ты делаешь, как инструктор mindfulness. Ну, возможно, ведешь групповые, индивидуальные занятия. Может, хочешь пригласить на своих занятиях? Ну, я работаю индивидуально сейчас в основном. Это связано с тем, что мы занимаемся стройками нашего клуба. Как я уже сказал, за стеной здесь прямо мы строим отдельный вход для клуба, и много внимания, много ресурса на это уходит. И сейчас непосредственно такому активному преподаванию мы сейчас создаем определенный проект, пусть это будет сюрпризом. Это школа современной медитации, я так назывался. И там, когда мы уже завершим такие более простые задачи, мы уже активно включимся в такое преподавание, которым мы занимались долгое время. Ну, и всех в конечном итоге приглашаю присоединиться к этой школе. Мы там будем достаточно подробно и глубоко вводить человека в курс дела. Что же такое простой уровень осознанности, а что такое сложный. И вот эту кроличью нору раскрывать во всех ее измерениях. Ну, насколько мы можем это сделать. У вас есть страничка вашего клуба или сайт, где вы информируете о мероприятиях? У нас есть пока что страничка в Фейсбуке, который называется Life in Flow на английском «Жизнь в потоке». Есть сайт, но он сейчас тоже в разработке. Boychenko.org Это все тоже будет переделываться. Ну, собственно говоря, пока что пусть будет так. Когда будут появляться мероприятия какие-то, в которых мы будем проводить обучение такое групповое, мы будем их в BeMindful Украина выкладывать. Да, так что, ребята, следите за анонсами. В группе BeMindful возможны от разных инструкторов приглашения на свои мероприятия. Миша, какая твоя любимая практика? Можем ли мы ее попрактиковать? Да, мы можем попрактиковать. Я люблю заниматься. Ну, тут нельзя такое слово употребить «люблю». Когда мы говорим про практику, это больше мы исходим из тех условий, в которых мы сейчас находимся, и тех задач, которые мы перед собой ставим. Нельзя сказать, что это любимая практика, но я сейчас ее активно практикую. в самостоятельных каких-то тренировках. Для себя. Да, для себя, регулярно. И мы можем просто прикоснуться к ней. Это техника, то, что в традиции буддистка называется помятование переживаний, можно так сказать. Но для того, чтобы этим всерьез заняться, нужно постепенно научиться осознавать область своей эмоциональной сферы. Ну, я могу предложить такую простую тренировку по работе с эмоцией, с текущим эмоциональным состоянием, по исследованию текущего эмоционального состояния. Это как такой демо-версия той практики, которую я выполняю. Ну, давай. Хорошо. Давайте примем удобную для себя позу. Желательно, чтобы спина была ровная. И постепенно внимание начнем переносить в тело, осознавать ощущение тела. И глаза можно закрыть, так как упражнение будет лучше получаться с закрытыми глазами. Слишком много внимания у нас рассеивается на визуальное восприятие, а нам нужно сейчас переключиться на чувственное восприятие в большей степени. И можно попробовать в целом пройтись по всему телу и осознать, вот как мы сейчас себя чувствуем, где у нас может быть напряжение. Давайте начнем с того, что почувствуем ноги, стопы, осознавая прикосновение стоп к полу, например, затем голени и постепенно заполняя вниманием ноги в целом от стоп к тазобедренным суставам, чувствуя бедра. Мы как бы в целом просматриваем ноги, нигде сильно не концентрируясь, не задерживаясь, а больше окутываем своим вниманием ноги изнутри и снаружи. Затем точно так же чувствуем объем таза, живот. Такая метафора, как будто наше внимание такая субстанция, которая наполняет постепенно все наше тело. Затем область сердца, грудную клетку. спину, плечи, голову, глаза, может быть, больше чувствуем. и мягко осознавая весь объем тела, насколько это для нас возможно, от стоп до макушки, также включая руки, ладони, пальцы, кончики пальцев. мы чувствуем дыхание. Мы Ощущения дыхания также протекают, происходят, если можно так сказать, в области нашего тела. можно еще осознать сейчас, например, прикосновение воздуха на вдохе и на выдохе внутри ноздрей, вдоль дыхательных каналов. можно почувствовать небольшое расширение тела на вдохе за счет того, что легкие наполняются воздухом, сокращение на выдохе ну и в целом движение тела связанное с дыханием может быть движение стенки живота и чувствуя одновременно свое тело и дыхание ощущение связанное с дыханием мы несколько вдохов выдохов расслабляем наше тело насколько это возможно для нас с каждым выдохом отпуская его но при этом чтобы поза сохранялась чтобы спина была ровно ровная и мы продолжаем процесс расслабления каждый выдох направляем на расслабление мы используем для расслабления чем более наше тело расслаблено тем более оно чувствительно и сейчас нам понадобится это чувствительность и сейчас давайте попробуем определить свое текущее настроение чувствуя свое тело задаем себе вопрос какое у меня сейчас настроение например так и пробуем как-то его приблизительно определить ну например можно использовать такие определения хорошее мое настроение или плохое или нейтральное если хорошее то по шкале от 0 до 10 насколько оно хорошее и точно так же если оно плохое то по нашим субъективным естественно впечатлениям то от 0 до 10 насколько оно плохое либо можно продолжая расслабление тела чувствовать мое настроение такое активное то есть оно побуждает меня к какой-то активности хочется там встать что-то делать о чем-то все время думать или оно пассивное когда наоборот хочется прилечь можно еще в таких категориях осознавать свое настроение пробуем выполнить этот шаг насколько это для нас возможно при этом продолжая расслабление и затем следующий шаг попробовать более точно назвать эмоциональный окрас своего настроения например это может быть покой это может быть тревога это может быть какая-то нетерпимость радость раздраженность эйфория апатия сомнения может быть интерес все это различные окрасы которые могут присутствовать и это очень субъективно индивидуально для осознавания своей эмоциональной сферы важно уметь в любой момент определить в каком я сейчас настроении и как-то назвать приблизительно даже если нам не удается назвать может быть сложно сформулировать выразить в словах свое текущее состояние важно что мы как-то в этом направлении двинулись следующий шаг это осознать ощущения так как эмоция и настроение наше это прежде всего распределение ощущений в теле поэтому следующий можно сказать более такой интересный шаг это почувствовать эмоцию для этого наше внимание распределено почти равномерно от стоп к макушке в руках ногах в глубине живота и грудной клетки и мы чувствуем осознаем распределение ощущений может быть есть какие-то центральные ощущения если тревога то она может быть очень сильно выражена где-то в области груди или в животе это очень индивидуально если эйфория то это может быть как поток ощущений то есть движение ощущений их эволюция апатия может быть как сдавленные какие-то ощущения и здесь интересно определить качество ощущений и локализацию качество это например подвижное ощущение или неподвижное оно твердое или мягкое это как метафора как можно описывать ощущения и мы некоторое время обязательно продолжая расслабление тела в данном случае расслабление это как фоновый процесс который мы продолжаем непрерывно а центральным процессом является исследование ощущений связанных с настроением с нашим эмоциональным состоянием можно также находить центр настроения интересно что у любой эмоции всегда есть центральные ощущения есть такие больше периферийные и некоторое время осознавая распределение ощущений связанное с текущим настроением мы продолжаем расслабление сейчас мы будем постепенно завершать этот процесс исследования своего состояния можно постепенно свое внимание возвращать к процессу дыхания к ощущениям связанным с дыханием ощущение прикосновения воздуха например внутри ноздрей дыхания ощущение ощущение расширения сокращения тела ощущение движения тела при дыхании и и можно сейчас осознавая ощущения связанные с дыханием сделать пару вдохов выдохов немножко глубже чем обычно на выдохе отпуская еще больше свое тело и можно постепенно открыть глаза завершая процесс исследования почувствовать вновь например опору как стопы касаются пола и завершить на этом практику в удобном конечно же для себя темпе спасибо за праздник всем спасибо тоже также на здоровье для меня это сейчас было очень полезно и своевременно мне казалось что в связи с этой ролью берущего интервью своего коллеги место конечно же такой тремор волнительный вот и сейчас была возможность узнать то что знакомо водолазам и рыбам о том что даже если на поверхности моря или океана шторм какие-то волнения то чуть-чуть нырнув глубже ты входишь в контакт с таким спокойным естественным природным состоянием я сейчас это увидел что оказывается спрашивая себя какое мое настроение сейчас я даю ответ спокойно нейтральное для меня было очень полезно установить контакт с этим состоянием спасибо тебе тебе спасибо робо я так понимаю мы уже завершаем очень комфортно с тобой общаться может быть телезрители даже это и почувствовали что атмосфера такого какого-то ровного спокойного такого состояния час час пролетает очень быстро на самом деле есть еще масса тем да и те темы которые мы затронули хотелось бы поглубже поковырять но не будем мучать ни зрителей ни друг друга я хочу тебя поблагодарить Миша за поддержку этого проекта за надежность и активную позицию и конечно же поблагодарить всех кто нас слушал и будет слушать пишите свои вопросы пожелания в комментариях следите за анонсами всем спасибо и внимательного доброго воскресного дня всем пока пока спасибо